И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он ответил, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил, и вот там. Борьба Иакова с ангелами. Один из самых известных фрагментов книги Бытия. Как, где находит себя Бог в человеке, как он выражается не в жизни святых людей, а в жизни каждого из нас. Ну, в общем, я согласен, конечно. Но проблема заключается в том, что совесть все равно, как минимум, состоит из нескольких весьма серьезных уровней. Первый уровень Фрейд, очень точный, по-моему, назвал супер-эго. Супер-эго – это влияние традиций и запретов на наше мышление. То есть, это, собственно говоря, то, что мы впитываем с молоком, с запретами матери, с запретами культуры. Вот это у нас прилично, а вот это неприлично. Да, вот есть какая-то степень приличности, которую большинство из нас чувствует. Ну, далеко не всегда может выразиться словами. Это некоторый набор стандартов. И, между прочим, я хочу сказать лишь только то, что, когда мы говорим о совести... Спасибо. Мы чаще всего говорим об этих стандартах. Об этом очень много у Монтэня. Да, это он первый начал говорить о том, ну, по крайней мере, в истории философии о том, что человек другой культуры, с другими традициями, нами воспринимается как дикарь, как ненормальный. На самом деле, ну, большая часть той совести, которой мы призываем детей, которой мы пользуемся в обыденной жизни, она имеет отношение к этому пласту. Конечно, есть какой-то совершенно другой уровень совести. И, да, наверное, это то, что нужно перешагнуть, например, человеку, который совершает преступление. Ну, скажем, убийство. Такое замечательное слово, которое, с одной стороны, означает совесть, совместную весть с Богом. А с другой стороны, очень сильно отдано на растерзание культуры и её традиций. Подавляющее большинство очень чётко делит какие-то свои религиозные знания, церковь и повседневную жизнь. Вот тут мы как бы живём, правда, а это вот такая отдельная область. Ну, неважно, у нас на самом деле пока область религиозных знаний, философских, веры, не очень отличаются, на мой взгляд, друг от друга. Ну, как бы мы же говорим о том, что понятие Бог имеет непосредственное отношение к жизни каждого из нас, и что это вот наша половина. Почему эта борьба? Помните, ну, мы с вами много говорили о блаженном Августине и его, как бы, идее вылить из себя всё мирское. Мы говорили, да, о том, что для того, чтобы достигнуть духовного, существует единственный путь – отрицание, да, отрицание мирского. Вот, опять же, Хуан де ля Круз, Иоанн Креста. «Никакое творение и никакие деяния и возможности не достигнут того, что есть Бог, и посему душе надлежит обнажиться от всего тварного и своих деяний и возможностей, сиречь от всего, что можно познать, пожелать и ощутить. Оставив всё, что не схоже с Богом и не подобает Ему, она начинает уподобляться Богу. Когда же в ней не остаётся вещи, что была бы противна Божьей воле, тогда она преобразится в Него. Есть ещё одна проблема в этом во всём и в борьбе Иакова с ангелов. Я думаю, что она простая и очевидная, по крайней мере, для всякого, кто занимался любой медитацией, христианской, или в стиле дзен, или в стиле тибетского буддизма. Это не так важно. Важно, что в любом случае и каждый человек, который это делал, он знает, что значит, как это точно, повреждённый состав бедра. Потому что мы живём, на что-то опираясь, и ноги, это символ опоры. Опоры. Это значит, что Иаков потерял устойчивость на земле. Между прочим, не только на земле. Дело в том, что обязательным этапом любой медитации является момент разочарования в той религии, которой молитва или медитация посвящена. И этап этот святые отцы, особенно в Исихии, считали хорошим и правильным. Только пройдя этот этап, преодолев его, может человек добраться до встречи с Богом. И в дзен-медитации вам расскажут то же самое. Собственно говоря, про что повреждённое бедро у Иакова? Ну вот, многих же пугает эта простая истина, да? У Луки так. С ним шло множество народа. Ой, извините. С ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит своего отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несёт креста своего и идёт за мною, не может быть моим учеником. «Всякий из вас», это уже 33 стих, «всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Тут дальше следует ещё одна, ну не притча, а фраза о соли, о которой мы уже с вами говорили. Помните, как о творчестве? Он пишет, «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить её? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают её, кто имеет уши, да услышит». Речь, между прочим, идёт в том числе и об отрешении того, что у нас принято считать совестью. Вот этих самых отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, и притом и самой жизни своей. Просто мы, я думаю, не буду сложную лингвистику приводить, но мы само по себе слово «возненавидит» воспринимаем очень эффективно. Ненависть такая, да? А речь идёт в действительности об гораздо более мягком отрицании. В строгом смысле этого слова, если кто отрицать не будет своего отца, и матери, и жену, и детей. Мы с вами только что об этом говорили, и речь идёт о том, на мой взгляд, что если человек не откажется от той системы установлений, которую все эти люди означают, если кто-то слушает передачи, то я как-то говорил о том, что Фром писал, что для того, чтобы как-то избавиться от влияния средств массовой информации, на каком-то жизненном этапе нигилизм просто не обходи. Лучше начать с чистого лица, всё отрицать. И тогда на этом можно построить какое-то собственное мнение. А если ты как бы пытаешься в этом потоке что-то выделять, это значимое, это незначимое, то это значит, ты продолжаешь манипулировать объектами мира сего, да? И никакого отношения к божественному знанию и к познанию Бога в себе это иметь не может. Но не только Бога. Это же ведь главный вопрос человека. Может ли человек вообще быть самостоятельным? сам на себе стоять? Это то, что происходит с Иаковым. У него самостоялка начинает колебаться. И если это самостоялка в виде, в данном случае, бедра, хоть колено, колебаться в этой борьбе не начнёт, то никакого Бога мы не услышим и не увидим. Ну, какой может быть Бог, если человек самостоятелен и самоуверен? Ну, ему там негде поместиться. Кроме того, ноги – это традиционное такое психоаналитическое представление в снах, оговорках, высказываниях. Это, конечно, сексуальный символ, да? Потому что они далеко от головы, говоря, и ближе к земле, чем к небу. И в этом смысле ноги всегда являются символом некоторых родовых ценностей, от которых надо отказаться Иакову. Наверняка надо. А как же? Он ведь становится восприемником монотеизма, а предки его по-другому смотрели – на мир и на богов. Они были платоистами. Конечно, в христианстве, в религии и любви не может идти речь о том, что человек должен не любить своих родителей, жену и детей, и братьев, и сестер. Правда. Поэтому, по всей видимости, кто имеет уши, да услышит. Речь идет о том, что вы отказываетесь от тех ценностей, которые считали ценными они. Или считают, или продолжают считать. И в том числе вы отказываетесь от их призывов к вашей совести. Они будут, да, наверное, матери, жены. Уповали же к совести рыбаков, апостолов. Рыбак – профессия ценная. Наверное, апостолы кормили же, да, свои семьи, матерей. И какая-нибудь эсфирь или сара ломала руки и кричала, на кого же ты нас оставляешь, за кем ты идешь. Раз нет? Посмеиваюсь над этим. Над людьми, которые сегодня себя называют верующими. Ну, по-доброму, совершенно зла никакого нету в этом. Просто они то пытаются культуру изменить, а это власть, от которой Бог отказался, то пытаются создать какую-то систему примет, какие-то колдовские обряды. Брошюрки в церквях продаются, манихейские, про дуализм, про соблазны дьявола, в третьем веке нашей эры отринутые. Мы ищем Бога, говорил, предвосхищая мысль Эйнштейна Джордана Бруна, в неизменном, непреклонном законе природы, в благоговейном настроении души, руководимой этим законом. Мы ищем его в блеске солнца, в красоте вещей, исходящих из лона нашей Матери-Земли, в истинном блеске его сущности, в бесчисленных созвездиях, светящихся на неизмеримом пространстве единого неба, живущих, чувствующих, мыслящих и воспевающих хвалу Всеблагому, Всеединому и Всевышнему. О чем Бруна с Эйнштейном? Ну, во-первых, о том неуловимом, что мы называем красотой. Правда? На самом деле это... Я светский, сугубо. И для меня в этом первый самый вопрос. И самый первый ответ. Вообще говоря, жизнь без Бога мучительно неинтересна. В механической жизни, даже в том случае, когда она имеет свои цели, имеет своей целью власть, нет интереса, потому что мир представляет из себя во взгляде такого человека некоторый механизм лишенной тайны, ну, в котором есть колесики, которые надо крутить и этим миром манипулировать. Это мы сейчас привыкли к тому, что мы живем в технологической цивилизации. В начале 20 века этот поворот к технологиям, он воспринимался именно так, как я говорю. Именно в плане... Ужас заключался в том, что из мира в конце 19 века начала исчезать тайна. Мы это называем научным способом мышления. Но тайна – это же ведь тоже не всё и не только. Тайна – это то, что надо познавать. Правда? Не надо. И поэтому мента... Нет, я не про тайну Бога. Мы про это уже говорили, а не познание. Да, это самая первая лекция. Я с вашего разрешения не буду её познавать, не буду её повторять. Я хочу сказать, что если в мире нет ощущения тайны, то нет страсти познания, нет желания познания. Ну, например, типичный пример, связанный, например, с интернетом. Очень легко проследить на современных молодых людях. Я утрирую, конечно. Но, тем не менее, это ощущение познания неинтересно, потому что все знания есть в сети. Молодому человеку кажется, что он располагает этими знаниями, поскольку может набрать несколько слов в поисковике и получить любое из них в любом виде ему удобном. Это делает жизнь неинтересным. Я сейчас только об этом аспекте. Ну, здесь много людей среднего и старшего поколения. Я вас уверяю, что весь мой интерес к отцу Александру Минию, к христианству, к психоанализу, к философии, о которой вы слышите, рождался из запрета. Мне запрещали знания, я хотел знать. Запретный плод, сладок, как известно. Все эти знания доступны, в них нет тайны. Они абсолютно неинтересны. Более того, их начинают навязывать, например, средства массовой информации. Тогда я сопротивляюсь и говорю, как, ну, если не Буратино, то Пиноккио уж точно. А я не хочу, мне не нужны все ваши школы и все эти ваши знания. В первую очередь, вот, в истоках религии я, конечно, боюсь упростить замечательную книжку, но, тем не менее, Минь пытается доказать главное, что существует, как бы три типа познания. не два, как это принято считать. Познание эмпирическое, опытное, и познание аналитическое, информационное. а по крайней мере, три типа познания. И третий тип гносиологии. Это как раз гносиология религиозная, гносиология, о которой мы с вами уже тоже говорили. Помните, мне очень нравится термин предзнание, мы его использовали. То знание, которое было до знания. Это немного более точный термин, чем интуиция, но все это все равно. Вот, Вита хомурит брови, это сложные, какие-то философские соотношения. Ну, чем мотивируется наше поведение? Не, 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 не глубоко религиозных, да, а как бы повседневное поведение большинства людей. Я бы сказал, широко желаниями. Мы очень часто, я очень люблю это деление, говорить о подлинных желаниях и прихотях. Ну, понятно, что инстинктивные биологические потребности человеческие удовлетворены сейчас, ну, давайте так скажем, в достаточной мере. Более того, мы пока живем во времена в истории человечества неизвестные. то есть во времена, когда эти самые потребности удовлетворены в максимальной степени известной человеческой истории. Я имею ввиду потребности выживания, еде, питье, комфорте, безопасности. Ну, мы можем по этому поводу поскулить, конечно, но на самом деле с тем, как обстояли дела с этими потребностями эпоху Возрождения даже. Мы даже все представим, для нас это будет чистый ужас просто. Что остается? остаются подлинные желания и то, что мы называем прихотями. Чем они отличаются друг от друга? Проекция на вечность. Проекция на прихотями очень быстро обновленные желания могут ждать во время беспологи. Ну, конечно, прихоть движимый первородным грехом, о котором мы говорили, но тем не менее очень точно опять же Фром, на мой взгляд, отвечал на эти вопросы. Он говорил, что прихоть это то, что те действия человеческие или поступки, которые отвечают на вопрос «А почему бы и нет?» Ну, вот... Вроде бы девушка со мной кокетничает. А почему бы мне с ней не переспать? Ну, вот платье симпатичное, а почему мне его не купить? Ну, вот у меня возможность не знаю, излить на собственном псе домашнем всю свою злость и раздражение. Кроме того, годится ребенок и жена. Ну, а почему бы и нет, если они от меня зависят? Собственно говоря, вот я почему, я, наверное, тоже утрирую, но, собственно говоря, вся наша повседневная жизнь построена на принципах «а почему бы и нет?» Я хочу сказать и попробовать даже доказать, что все очень просто, что на самом деле человек, который просто задумывается о том, почему он совершает те или иные поступки, зачем он оказался в этом мире, в это время, то есть задается вопросами, на которые на самом деле нет окончательных ответов. Он начинает борьбу, как только возникает вопрос «почему?» банальный вопрос или зачем. Он начинает ту самую великую духовную борьбу Иакова с ангелом или с Богом? Я вас уверяю, да, и более того, их подавляющее большинство. Более, ну, хорошо, не верьте. Это же, понимаете, это же религиозный вопрос. Вы можете в него не верить. однако я с вами во многом согласен. Я тоже считаю, что люди не могут не задаваться этими вопросами. и когда они ими задаются бессонными ночами, перед запоем, в кризисе сорокалетних, они слышат голос Бога. Я совершенно не шучу, я так думаю на полном серьезе. Именно тогда, когда эта позиция начинает разбиваться когда выясняется, что жить набором сиюминутных прихотей неинтересно, скучно, когда этот вопрос возникает сам собой. Я тоже, понимаете, какая штука? Это вот по поводу проекции на вечность. наша очень большая ошибка, и моя в частности, она связана с тем, что мне всегда казалось, что люди должны задаваться этими вопросами, не отвечать на них так же, как я, но задаваться ими, поскольку я ими задаю. мне, между прочим, в юности очень тяжело было понимать, что это ошибка, что подавляющее большинство людей не задается этими вопросами, а даже если задается, бегает от них как может. ну, как может. Вот, а там у нас есть какие-то заданные темы разговоров, да, вот, там, не знаю, марки автомобилей, мода, одежда. я, ну, когда мне было лет 25, я и сейчас я плохо понимаю, у нас это 85-й год был, другие еще были времена, и у нас ребята в институте собирались, разговаривали о шмотках, даже не о женщинах, ну, потому что хотелось модно одеваться, а все остальные разговоры были опасны, на тебя смотрели, как на слегка ненормальную. И сейчас это так, ну, лекция, ладно, пойди, я попробую в какой-нибудь дружеской компании, об этом и обо всем поговори. И хуже того, и больше того, и больнее того. Там, я не знаю, это я сталкиваюсь с этим, каждый день, на самом деле, потому что там, приводит, мама приводит ребенка, мама приводит ребенка, и то ребенка, юношу, там, у которого припадки эпилепсии повторяются раз в неделю. и обсуждает со мной что-то совершенно другое. Я с удивлением на этим наблюдаю, она говорит, а, сейчас в армию пойдет, там все пройдет. это, между прочим, ровно из той же самой вот этой оперы. Это дело не в том, что она садистка, плохая мать, это она просто не хочет задумываться о причинах, категорически, категорически. Оно само пришло и само уйдет. пробка такая стоит. Ну, представляете себе, если мы всерьез, не вы, а подавляющее большинство населения, всерьез будет думать, сколько товаров и зачем ему нужно. Сколько нужно человеку, чтобы жить хорошо. Там, я не знаю, еды, шмотов. Вы представляете, как это резко сократит потребление. Вот поэтому я и пытаюсь объяснить, что на самом деле тогда человек начинает искать обильную причину своего бездения, которая всегда лежит за инстинкты, поскольку она человеческая. Он упирается и начинает чувствовать тайну, которой есть Бог. И которую он не может выразить словами, но которая подсказывает выход из тяжелейших ситуаций. Это мое любимое передача, вообще гадание на книжке, когда ты напряженно о чем-то размышляешь, ищешь правильное объяснение причину. Ты случайным образом открываешь книжку, которая просится, и вдруг находишь ответ, или, по крайней мере, тебя что-то наталкивает на ответ. Ты видишь, его во сне, как материал своей таблицы. Я вовсе не обязательно на религиозных знаниях говорю. Я говорю, что Бог, как считают верующие, это первопричина нашего бытия. Любые верующие, я сейчас широко включаю сюда Эйнштейна с его своеобразной верой, а он был глубоко верующим человеком по-своему. Как только мы садимся и начинаем действительно глубоко загнуваться причинам, они ничего не знают на самом деле. Ни о присаждении человека, действительно. Ни о ровном сознании. Ни о происхождении сознания, ни даже о том, где начинается сознание и заканчивается то, что философы назвали бессознательным. Но как только мы начинаем об этом задумываться, мы находим какие-то ответы. просто это задумывание то самое, еще раз напомню, что Декарт и именовал формулы «я мысли следовательно существу». Это мысли о своем существовании, о смысле, о том, зачем я здесь. которые вступают в мучительную борьбу с нашим собственным образом жизни. В реальность. и в которых мы вдруг открываем совершенно неожиданные для себя ответы. Это единственное место, где можно столкнуться с Богом в вседневной жизни. Не глубоко верующего человека в тайницах. опять же, простите, я знаю, что меня насудят, но я снова пытаюсь сказать, что я светский человек. Не говорю это светский. Но я глубоко убежден, что если человек от тайной тайности, от разных философских версий, его происхождение читал и длинно, то он красоту его тайниц совершенно по-другому воспринимает. Мне, простите, всегда казалось, я подчеркиваю, потому что это субъективное субъективное некоторое думает прямо на бабу. Всегда казалось, что сначала как человек, это все-таки гонософит, должен следовать усилия разума. И таинство, которое постиг отец Тихон, великий философ Куда глубже им самим воспринимается, чем тем, которые его интеллектуального пути не проделали. И в этом внутреннем болении будет часто. борьба начинается, когда мы начинаем задавать себе вопрос, зачем же делать то и это. Сон о периодической системе приснился Менделееву ни от чего иного, как от отчаяния. когда он признал, что человеческий разум не в силах понять, как организованы элементы, и когда он в своих расчетах атомных весов казалось бы запутался окончательно, истина, или по крайней мере, то, что мы проходим в школе, приснилось ему во сне. Конечно, недостаточно просто задуматься о причине. Во-первых, мы и не имеем возможности задумываться о причине всего. Если мы мыслим о причине Вселенной, то она в общем открывается всем и всегда одинаково. Я имею в виду под одинаковостью очень разные ощущения, связанные с красотой и гармоничностью мира. Правда, благоговейный трепет трепет перед красотой. Некий миг, в котором открывается вот это самое чувство, что ты часть единого потока разума. предзнания предзнания того, что во Вселенной все взаимосвязано и что ты находишься в гармонии с ней. но это чувство эйфории и тоже, как правило, оно открывается человеку тогда, когда он смертельно устал от дифференцированной раздробленности мира, от анализа, когда он находится в каком-то мучительном аналитическом тупике или в каком-то мучительном чувстве вины за то, что не понимает, что это. Познать эту тайну, как-то выразить ее окончательно словами, кроме притчи или мифа, абсолютно невозможно. и, конечно, она в Новом Завете выражена тысячи раз. Ну, на самом деле, и умения, и он очень много цитирует Уильяма Джеймса, одного из апологетов философии и прагматизма, столь глубоко повлиявшей на наше с вами мировоззрение, который стал изучать религиозный опыт, психические состояния религиозного опыта разных культур и перестал быть прагматиком. первый раз включил Евангелие для того, чтобы читал самое опасное умение тогдашнего отмарива и писал, что он его прочтет для того, чтобы было корректно. Вот сейчас он его прочтет и быстренько разберется в парадоксах, обманах, оивностях и так далее. И прочтя внимательно, пытаясь осмыслить Ивангелие, он стал глубоко верующим человеком, он не сразу был врачом и не сразу стал один священник. В строгом смысле этого слова митрополит в будущем, митрополит Сурский тогда был грешником в смысле этого текста Ивангелия. Вот помните, я вам читал вот эту самую загадочную фразу «Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в народ, ни в дельца». Вон выбрасывая приема. Кто умеет уши услышать, кто умеет уши слышать, заслышит. Что такое испорченная соль? Или грешник, или протухшие знания? На самом деле, это человек который абсолютно на мой цель, конечно, человек абсолютно убежден в своей частичности, в своей правоте и в достаточности своего разума для того, чтобы понять истину. Это такое творчество, становившееся на себе. Вот то, что мы говорили о звездах. Не звездах из видения Даниила Андрея, а звездах эстрад. О чем притчи о заблухшей о цель и о потерянной страхе? Или вернули в какое-то число? Некоторое единство, некоторую целостность. Это ощущение пережил грешник Леонид Андреев в том эпизоде, который приводит отец Александр Мин. Это неименавидно ощущение и ничего большее. Если ты ощущаешь себя, обретаешь чувство единства, тогда ты обладаешь некоторым богатством, как Леонид Андреев. Не ощущаешь ты грешник, ты испорченная соль. Поскольку ты делаешь недопустимую вещь, ты считаешь самого себя причиной самого себя. в некотором смысле ты отбился отстаток, заблудился. Ты не чувствуешь себя единым вот с этим мировым творением. Давайте я еще раз статусом напоминает, что это чувство отдельности необходимо и имеет смысл. Поскольку, тем не менее, грезящий на статусе около реки Андрея остается отдельным существом, которое на наших глазах обретает способность любить. Все то, что перечислено. Охватывалось ликующим единством. Древние леса, прозрачные реки, люди, спящие прострофы, другие люди, народы близких видальных стран, утренние грота, решеные улицы, храмы со священными изображениями и так далее и тому подобное. Поскольку, если нет субъекта, то не может быть этой любви, этого восторга, который переживает Андрей. Мы, человек и Бог, нужны друг другу. Потому что каждый из нас не только способен проявлять любовь, но каждый из нас способен поспорить, формулировать и выражать и эту красоту, и эти причины, которые движут миром. Единственное, что нужно человеку в этой борьбе, это отказаться от самоустояния, признать, что его отдельный собственный разум не может обладать истиной и не в силах и обладать. Это и есть самый главный источник страдания человеческого обладать. Но не нарушится состав бедра. То есть если человек не откажется от этой точки опоры на самого себя, ему подобных чувств будет пережить не до нын. поскольку в отмене глубочайшего кризиса приходит это введение треонидом антреи, которого, кстати говоря, я и сейчас считаю в лучших русских писателей в высшей степени мучительно несправедлива забыть. Величайший русский писатель. Тогда как раз уходящему в безвестность, обвиняемому в грешности и чувствующему, что стадо его отталкивает.